Как дела? Как меня слышно? Класс? Ну что, организаторы, можно начинать или еще подождем? Типа опоздунов совсем тех, которые опоздуны. Я не могу, я женат. Все. Всю эту фигню вашу с микрофонами. Окей. Я тогда так, а вы меня можете снимать. Всем привет. Я надеюсь, меня там слышно на задних квартах. Точнее, студент. Мы сегодня сделаем новый метап. We're not bombs. Соответственно, мы хотим вам презентовать полностью весь наш метап Google, технология Google. И даже, может быть, к нам сегодня приедут ребята, которые занимаются Google и его разрабатывают. Просто по случайным обстоятельствам в Минск приехали ребята, которые занимают топ-менеджерские позиции в Google. Они приехали в EPUM. И у нас по этому поводу очень много мероприятий, которые проходят сейчас в Минске. В том числе завтра стартует Google Хакатон. Но это внутренний Хакатон, который проводит EPUM. Но мы сейчас решили сделать метап, который тоже посвящен Google. И вот у нас первый спикер – это Андрей. Он сам себя представит. И я думаю, что мы можем начинать, а остальные подтянут. Всем привет. Собственно, мой доклад «Альтернативные фронты» или «Самсунг Smart TV» или «История проекта от начала до конца». У меня много было названий рабочих. Но основное осталось таким, потому что я картинку красивую подобрал. В общем, зовут меня Андрей Бас. Я являюсь Head of Innovation Lab в Media Entertainment & Publishing Business Unity. И по счастливому стечению обстоятельств все, короче, странные проекты, которые никто не знает, как делать, которые все боятся, которые не хотят, скажем так, складываться вот просто, как мы делаем обычные проекты, попадают ко мне в той или иной степени. Так же было и с этим проектом, кодовое название которому EDMSTV. Я, чтобы немножечко отойти от всей общей темы по поводу того, что я там Head, бла-бла-бла-бла, я пишу на Node.js сам, когда мне нечего делать. Я люблю разбираться в новых технологиях, собственно, из-за этого я и занимаю такую позицию. Еще, бывает, пишу статьи в бложике разные, на Hubbard даже. И самое интересное, что у меня ни одной статьи с похожей тематикой я всегда в разных каких-то областях. Фигач, у меня так интересней. Вот, а еще я отец сына, у которого завтра день рождения. Вот, ему будет два года. Он мега крутой пацан. Итак, проект EDMSTV или Samsung Smart CV for Edmunds. Это тот проект, собственно, о котором я сегодня буду рассказывать с начала до конца. Вся моя история будет разбита на три секции, которые расположены в хронологическом порядке. Так как получилось, в начале мы придумали этот проект, сделали, превратили его в бизнес, после этого мы его заимплементили, а в конце мы получили кое-какие там результаты, и о них я всех расскажу. И это вот три хронологических секции моего доклада сегодняшнего. В общем, бизнес. Кто знает, как вообще в типичном таком, знаете, злом аутсорсе попадают проекты в аутсорс? Так вот, это знание вам точно бы никак, я знаю, что практически никто не знает сам так, с трудом, но оно нифига бы не помогло с этим проектом. Этот проект необычный с самого начала и до самого конца. В чем дело в том, что проект начинался реально вообще без ничего. У нас не было ни кастомера, у нас не было ни технологий, ни идей, ни людей, ничего. Проект полностью организован вот на чистой площадке без каких-то, я не знаю, применения коварных технологий. Отправной точкой самого проекта можно назвать знакомство наших on-site коллег, которые работают в Штатах на конференции TV of Tomorrow в прошлом году, в начале прошлого года, с ребятами из команды такой маленькой неизвестной компании Samsung, которые занимались разработкой Smart TV. И на этой конференции впоследствии вместе с нами они промоутали свою новую платформу под названием Multi-Screen SDK. Это не целая платформа, а технология в телевизорах, про которую я расскажу чуть больше. Собственно, так у нас появился Samsung Electronics в этом проекте. После этого нам нужно было разобраться… Окей, у нас есть технология, у нас есть люди, которые за это будут платить. Нам нужно было найти, кому, собственно, с этой технологией, кому из наших клиентов, уже из нашего портфолио, Ипауновского, мы могли пойти. И у нас есть одна компания, которая всегда готова пойти с нами, короче, в любые приключения и, ну, практически в любые. И которая нас поддерживает в любых начинаниях. Так у нас появился, собственно, наш партнер Edmunds.com. Для них мы делаем достаточно много разработки, но бывает, для них мы делаем вот такие вот проекты, которые вообще, короче, вырываются из рамки. Чтобы вам было понятнее, Edmunds.com, но вряд ли здесь кто-то знает о них, это эдакий… Онлайн… или это мне одному послышалось? Вот… Правильный пацан, сразу видно. В общем, Edmunds.com – это эдакий онлайнер, только на автомобильную тематику исключительно, не новостной онлайнер, а именно каталоги. Это каталоги автомобилей с обзорами, с фотографиями, с всякими там видеоревью тех или иных авто и возможностью выйти на дилера, который вам впоследствии ее и продаст. Ну, я говорю, чисто онлайнер с тачками, да и все. И связующее звено всех этих вот замечательных компаний Samsung Electronics и Edmunds.com выступали мы. Мы могли это заимплементить, потому что у нас есть development capabilities. И помимо этого мы знали Edmunds, мы знали Samsung, и они друг друга как-то не особо. Мы помогли. Так, собственно, появилась вот эта вот гремучая смесь из заказчиков, из исполнителей, из всех здесь присутствующих. И следующим этапом для нас был этап генерации идей. То есть, вы понимаете, у нас уже есть клиент, у нас уже есть заинтересованная сторона, есть IPAM. Надо сейчас придумать, короче, что мы все вместе будем делать. Я говорю, что проект реально необычный. Ну, такое вред, как тебя сталкивается. Мы начали генерить идеи. На самом деле в Innovation Lab мы за три года уже наработали хорошую практику по тому, как генерить идеи, имея, короче, вот кучи рестрикшенов со всех сторон. Когда вас ограничивают технологиями, когда вас ограничивают конкретным бизнесом клиента, все это надо загрузить себе в голову и после этого начать генерить идеи. А в конкретно данном случае нам помогал еще наш специальный креативный отдел. Вот. И нагенерено было порядка десяти идей, но три из них попали вот в shortlist, да, над которыми мы серьезно думали и которые мы уже начали обсуждать с клиентами. Итак, первая идея называется Advanced Native Ad Unit. В общем, если коротко, то это расширение текущего, о, наверное, стоит сказать, Multiscreen SDK, про который я говорил, да, который, собственно, технология промоутанная Samsung. Вся технология завязана на том, чтобы связать мобильник с телевизором. Вот. И поэтому идеи вокруг этой технологии генерим и соответствуем. Advanced Native Ad Unit. Что это такое? Это дополнительный скрин в уже существующем AdMinds мобильном приложении. Мы планировали его сделать главным скрином для любой машины. То есть, я не знаю, вы выбираете Ford Focus 3 2014 года, нажимаете, открывается вам страничка с этим Ford. Вы видите там N-поинтов на этой... Ой, у меня есть указка. Это котодетектор. Потому что все коты бы бросились на указку. Если у кого есть коты, они знают об этом. Вот. У вас есть N-поинтов на тачке. Вы по ним просто кликаете и получаете инфу на телевизоре, который находится у вас в гостиной. Забавно, прикольно, достаточно хорошо. Особенно, когда мы добавляем такой interaction, а-ля держите этот планшет в руках, начинаете шевелить его в разные стороны, и у вас ездит картинка по салону, вы его начинаете рассматривать. Ну, это ингейджит пользователей, достаточно интересно. Но все же. Вторая идея была Love It a Lemon Game. В русском аналоге нет такого Love It a Lemon, но вообще это круто или какаха. Ну, примерно так звучит. Lemon – это вторая. Вот. Идея в том, чтобы сделать многопользовательскую игру, когда один телевизор находится в гостиной, пользователи к нему подключаются, и начинают им периодически выкидывать машины, им задача там за три секунды проголосовать за то, там, хорошая она или плохая. Вот такая вот забавная игра. Таймкиллер на пять минут, не более того. Но, тем не менее, почему интересна Edmunds как компания? Потому что это промоутает их бренд в аудиторию, в которую они влезть никак не могут. Это молодежь и прочие бездельники, как мы. А во-вторых, это хороший источник пользовательских предпочтений о машинах, о цветах. Там можно проводить A-B-тестинг с помощью этой тулы. По сути, закидывая одну машину в двух цветах, вы будете получать, насколько она пользователям нравится. Можно даже маркетинговые исследования провести с этим. А это маркетинговые исследования. Такие компании, как Edmunds, могут предлагать заводам Ford, я не знаю, Honda. Мне на Ford сегодня переклинило. Я не знаю. Harley-Davidson. Почему нет? В общем, это вторая идея. И третья идея, наверное, самая нативная, самая понятная и самая крутая. Чего уж там. Это Dual Content Flow. Вы берете мобильное приложение, используете его как обычно. То есть, вы просто лазите, выбираете машины, просматриваете обзоры и так далее. Но, когда вы выбираете видео или картинку, то вы можете скинуть их на телек. И дальше продолжить использовать свой мобильник. То есть, просматривать полностью приложение, радоваться ему, смотреть характеристики автомобиля, смотреть уже другой автомобиль, когда телек вам в бэкграунде, короче, начинает вам трындеть про эту машину. Прикольно? Прикольно. С этой идеей мы решили идти. На самом деле, почему мы выбрали именно эту идею, здесь есть подтекст небольшой. Как я уже говорил, я являюсь Head of Media Entertainment and Publishing. И у нас, ой, Head of Innovation Lab of Media Entertainment and Publishing. Забыл сказать, что отдела маленького, а не полторы тысячи человек. Вот. И для наших медийных клиентов штука с возможностью скидывать видео на телек на самом деле интересна не только для Admoons, но и для остальных. И так как это легко переимплементить для других клиентов, и достаточно такой стандартный паттерн использования, ну, то есть, у YouTube это есть, почему не позволить это сделать всем клиентам, у кого есть те или иные медийные приложения. Вот. Мы решили пойти с этой идеей. Почему нет? Следующим моментом было набрать команду. У нас есть клиенты, у нас есть идея, настало время подумать о том, короче, блин, чуваки, как нам это все сделать теперь? Так прикольно получилось, что... И вообще, я считаю о том, что на самом деле практически любой проект можно завершить двумя людьми. Вот. Можете бросить в меня камень. Особенно MVP-проекты. Да, есть большие Enterprise, бла-бла-бла-бла-бла-бла, но там половина людей ничего не делает обычно. Вот. Ну, будем честными. На самом деле, практически любой проект с конечной целью можно завершить двумя людьми за достаточно короткий срок. Именно этим двумя людьми на каждую платформу. То есть, ну ладно, уж так. Именно руководствуясь этим правилом, я начал набирать команды. У нас была команда iOS и команда Android. Каждые по два человека, которые должны были переделать текущее Admin приложение и добавить туда этот крутой наш новый функционал. У нас была команда дизайнеров тоже из двух человеков. Один рисовал, второй командовал. Это важный сетап в дизайнерах, мне кажется. Вот. А еще у нас была on-site команда тоже из двух человек. Один, который нас промоутал во всяких Samsung и так далее, второй договаривался с Admin. Шик блеск. И у нас была команда Smart TV. И так уж получилось круто, что я сегодня буду рассказывать именно про Smart TV, потому что именно там крутился Angular. И двое чуваков, которые это имплементили, сидят здесь. Вот. Собственно, честь и почет им. А мы переходим к более важной секции. Я думаю, для чего вы все здесь собрались. Это послушать про технологии. Так? Угу. Multiscreen SDK. Угу. Angular там у меня звучал. Давайте. Но. Давайте так. Перед тем, как попытаться на самом деле писать... Кто знает, как писать на Smart TV? О! Классный вопрос. Так. Вы молчите. Вы мне портите статистику, между прочим, со своими поднятыми руками. Ну понятно, да? Никто. У нас точно такой же сетап. Никто не умеет писать под Smart TV. Мы знаем только там, что что-то там с HTML, JS и так далее. И моя вам рекомендация. Если вы берете платформу, на которую вы ни черта не знаете, как делать, разберитесь с самой платформой для начала, чтобы понять сразу, какие у вас будут дальше грабли. Собственно, платформа Samsung Smart TV выглядит как-то так. Во всяком случае, та, которая 2014 года. У них их там кучей. Это линуксовая коробка, в которой запущен собственный environment. Environment жутко похож на Chromium. Потому что в нем WebKit и V8. Честно, у меня есть подозрение, что там на самом деле Blink. Потому что уж сильно оно похоже на Chromium, но по всей документации не пишут, что у нас WebKit. Как вы WebKit собрали и дебажите через Chrome? Ну, не подходит. Не матчится. В общем, как понятно, WebKit-овский core хорошо нам известный. Все баги его известны, если что понятно. Можно крутить большинство современных фреймворков, если он подкреплен JavaScript engine V8. Ну, V8. Вот. И плюс, конечно же, там есть собственная оболочка, в которой это все обернуто, куча API, которые позволяют вам обращаться к различным штукам из телека. Там с пульта события принять или что-нибудь еще такое. Про них я буду рассказывать потом. Но вот консоль выглядела так. Значит, мы уже знали, что, в принципе, на ней можно с технологиями быть как угодно, как нам удобно, подбирать все, что нам угодно. И, собственно, выбирая из всего того множества одного фреймворка, который я рассматривал для этого, я выбрал Angular. Почему? Нет, вот не смешно. У меня есть оправдание этому. Ведь я думал головой. Бывалый. Бывает у меня такое. Редко, но бывает. Смотрите, нам нужно было сделать SPA. Все приложения на Samsung Smart TV – это Single Page Application. Все поголовно. Что делать удобно с AngularJS? Ну, давайте Single Page Applications. Блин, какая классная аудитория. Вообще люблю. Второй пункт. Нам нужно было сделать еще… Помимо того, что нам нужно было сделать приложение, нам нужно было разработать SetPractic, потому что я уже горил, работаю я в медиа, и мне не интересен один маленький проект, мне интересна куча проектов для всех клиентов, и поэтому я должен знать, как в следующий раз мы будем делать точно такие же проекты. Тут Angular нам тоже помогал, потому что в Best Practice он отлично влазит. Единственное, побаивался я честно memory leak'ов в Angular, потому что для конкретно нашего приложения это еще, ну, так себе, не сильно важно. Вот. А для приложений, которые крутят там телевизионные сериалы и так далее, у них есть requirement 24-часового плейбэка. И вот тут любой memory leak даже на пару килобайт там в секунду начинает, короче, для вас быть критически важной штукой. Поэтому мы не использовали jQuery. Ну, начинается. Почему не использовали jQuery? Потому что с jQuery чаще всего, короче, косячат именно вот, ну, используя jQuery, косячат при написании кода и появляются memory leak'ы. Сам jQuery не течет, но когда его используют, короче, ну, немножечко так вот, ну, не додумав или где-то, короче, задней ногой, а у нас был очень короткий терм для проекта, то есть это самое время подумать задней ногой. Вот. Именно в этом случае можно наткнуться на ошибку. Мы решили, чтобы избежать этого, да и не нужно нам было. Собственно, все дальше мы уже подбирали на основании Angular. У нас немного чего появилось. У нас есть, был less, потому что нам нужно было быстро рискинуть этот application в случае чего. И у нас был gulp для того, чтобы, короче, расскажу для чего, для сборки, но не так, как всегда. Там все боль была. Но мы все сделали. Какой там следующий слайд? Давайте я вам расскажу чуть больше о самом приложении. Класс? Класс. Смотрите. На самом деле это, как я уже говорил, минимум два приложения. В нашем случае три. У нас был Android, iOS и Smart TV. Полностью независимые друг от друга. Каждый делает туда опять идти. Это типа, знаете, есть рекомендации по выступлениям, то, что надо периодически менять точку выступления, тогда они уснут. Вот, ну вот они меня гоняют так теперь. А, еще у меня типа шагомер, надо шагов находить. Вот, это два разных приложения. Одно на Smart TV, установленное самостоятельно и крутящиеся там бла-бла-бла, вот именно с тем самым Angular. Второе на мобильном телефоне, который у нас уже было и нам нужно было переделывать, на двух платформах, iOS и Android. Шик, блеск. Да вы издеваетесь. Сейчас что-нибудь наупадется. У нас там Ethernet кабель держится, вот только работает, если вот так вот наклонен модем внизу стоящий. Это очень удобно. Вся эта штука коммуницирует в одной сети Wi-Fi. Вот. То есть сообщения, отправляемые с мобильного приложения на телек, попадают через Wi-Fi. Но очень важный момент. Контент, который вы загружаете на телек и так далее, можно, конечно, стримать видео прямо с телефона на телевизор, но тогда вы понимаете, любое падение коннекта, у одного из них начинаются проблемы, бла-бла-бла, все плохо. Вот. Поэтому мы... А, у меня еще время есть. Поэтому контент лучше best practices использовать с серваков, потому что отдельное приложение, каждое, в принципе, достаточно самостоятельное, взрослое, что может само сходить и забрать видео или что-нибудь в этом роде. Так выглядело приложение. Во всяком случае, в наших головах. Как выглядело приложение внутри? Наверное, то, что уже... Я подхожу к самому интересному. Это кульминация сейчас будет всего. Как выглядело оно внутри? Это был на... Спокуха. Тут серьезные ребята работали. У нас был app-контроллер. Почему? Потому что это все-таки не веб-приложение, это приложение для телека и контролить ивенты, которые приходят из разных источников. Там, я не знаю, motion gesture, пульт или что-нибудь еще. На каждом контроллере это абсолютно неразумно. Вот. И поэтому один контроллер, который... Ну, такое, типа, как там... Кольцо всевластия, да. Один контроллер, который рулит всеми остальными, это круто. И набор скринов. Каждый из скринов, естественно, сопровождался контроллером. Более того, скрины у нас были достаточно advanced и они в себя вмещали несколько модулей. Конкретно на данном скрине у нас был full screen player и внизу модуль с описанием машины, которую сейчас мы смотрим. То есть это не в видео запечатано. Вот. Это поверх видео накладывается дополнительно наш модуль, который сам ходит за контентом. Ну, телек-то умный, смарт же. Еб... Конечно, он мог знать о том, какая у него тачка. Он прям recognition делал, все дела. Не, ну мы с мобильником отправляли, говорили, естественно. Но все же. Вот. Как видно здесь, у нас два модуля, каждый со своей вьюхой. Мы в том числе подошли к подходу того, чтобы вьюхи раскладывать вместе с контроллерами, а не как обычно там, ну, по семантике компонента. То есть не контроллеры с контроллерами, вьюхи со вьюхами и прочее с прочими. А мы все складывали именно по папке. То есть если этот модуль, то он будет полностью лежать в отдельной папке. Там будет его контроллер, там будет его темплейтик, ну и все дела. Удобно, классно. Вот. Всем рекомендую. Более интересным куском было для нас в этом приложении это, собственно, наш уровень абстракции, который мы применяли исключительно для того, чтобы иметь возможность это приложение перенести на любую другую платформу. То есть все, что зависело от телевизора, все интерфейсы, которые мы использовали с телевизора, были обернуты в дополнительную оболочку. Для чего каждый колл пробрасывался так? Потому что переписав только сервисный слой, ну то есть заимплементов интерфейс, мы могли перейти на любую другую платформу. И, собственно, любые контроллы от пульта мы принимали через наш абстрактный слой. То есть если на пульте нажималась кнопка 52, то у нас это был event play. Ну, для умного более продакшена. Потому что на другом телике это могла быть уже далеко другая кнопка с другим кей-кодом. Плеер был обернут. Про плеера расскажу чуть подробнее потом. Женя не даст соврать. Три ночи человек сидел, чтобы разобраться с плеерами. Казалось бы, на телевизоре плееры должны, вот единственное, что должно работать хорошо. Это единственное то, что работает хуже всего. Multiscreen, который обеспечивает нам тот самый крутой connection. Application Manager это та штука, которая ранает приложение и сообщает вам ивенты от системы, и вы ей можете сообщать ивенты от себя. К примеру, пользователь как-то там накликал, короче, и пора ему выходить из вашего приложения. Ну, плохо себя вел. Вы должны app-менеджеру отправить сообщение о том, что все-все-все, чувак, закрывай меня, чисти память, короче, все. Не хочу я больше видеть. Удаляй и, короче, самоуничтожайся. Ладно, шучу. И контент тоже у нас был вынесен за своеобразный абстрактный слой, не настолько сильный, как все остальные. То есть в теории мы могли даже от Edmunds отказаться и взять на другую прилагу, ну, то есть другой контент из другой прилаги для этого. Если бы сильно захотели. Вот так вот выглядел наш абстрактный слой. На самом деле, поскольку я рассказываю про Smart TV, то мне бы хотелось еще чуть больше уделить внимание тому же, что нам удалось нормально так потрогать в том самом Smart TV приложении. Какие API мы задействовали для своего приложения и о чем они вообще каждый. Итак, это Application API. Это вот то самое общение с Application менеджером, то есть с нашей средой, где мы запускаемся. У нас использовались там буквально пару-тройку ивентов для отлова событий пульта. Если пользователь нажимал кнопку exit или что-то еще, то есть выход, когда нам нужно было там сворачиваться, подчищать память или что-то в этом роде. И ему же, если вы будете писать под Smart TV, то ни черта там не запустится, пока вы вот этому вот товарищу. Это единственный, кстати, required для использования API, потому что вы ему должны сказать, что все, я готов, давай рендери. Пошел. Вот. Вторым API, который у нас был, это вот та самая боль, про которую Женя может рассказать больше всех здесь присутствующих. Это Media API. Media API отвечает за проигрывание аудио и видео. Смотрите, внимание, следите за руками. У них для того, чтобы проигрывать видео на Samsung платформе 2014, 2014 года. То есть не 100 ранних. 5 плееров есть. Да. Внимание, как вы думаете, какой у нас по счету плеер вот из всех проверяемых заработал? Есть? Пятый? Да. Не, но там с aspect ratio была проблема. Да, мы использовали в итоге HTML5 видео. Почему было с этого не начать, непонятно. Но зато у нас есть experience, что оно все работает очень ужасно. И на самом деле это очень важно понимать, потому что этого нифига нету в документации. Если вы возьмете за это дело, то вы не найдете, какой плеер использовать правильно. У них есть набор плееров. У каждого, причем, кстати, свой функционал. Если вам нужен DRM, вам один понадобится. HLS захотите проиграть другой. Если захотите другой, стрим третий. Ни один из них не работает, как я уже говорил. У нас с первым была проблема тоже. Он работал на эмуляторе. Попрошу заметить, на эмуляторе нам было маловато, согласись, чтобы продукт продать. Да, именно наш телек, оказалось, что вот он с этим плеером не работает. То есть в линейке одного года у них такое разнообразие телевизоров, разнообразие чипов и контроллеров, которые они используют, что они сами не могут за этим и следить. У них были вот такие вот глаза, когда мы им писали, ребят, так оно не работает. Они, да ладно, вот тебе код точно заработает. Sample application устанавливаешь, с видео показываешь, не работает. Говорит, это, наверное, на Европу, у вас другие телевизоры идут. Ну, конечно. Как оказалось для штатов, у них телевизоры 2014 года, в котором они нас просто заливали о том, что все Smart TV 2014 года будут иметь multi-screen SDK, о котором я говорил. Оказалось, что в штатах у нас как раз у клиента, который установлен, но admins.com у него нету 2014 года. На скидках купили, не стоит попадаться на скидки. И тот самый multiscreen API. Собственно, это та магия, которая позволяет связать мобильник и телек в одной Wi-Fi сети. Внимание, вопрос. Как вы думаете, может ли multiscreen SDK заработать, если вы его запустите просто в браузере у себя? Вот у вас может в голове уложиться, как, ну, то есть, точнее, вообще, физически возможно ли, чтобы вот, короче, он находил телек в Wi-Fi сети из браузера? Ну, то есть, вот, ну, вы же, давайте, там, фронт-энд, вы все знаете, там, охренительно. Есть такой интерфейс у браузера, типа, discover Ethernet, блин. Или что-нибудь такое, find in my local network. Ну, это такие методы, как я пишу, люблю такие, чтобы всем понятно было. Вот. А эта хрень работает. То есть, вы можете из браузера просто запустить на телеке, на самом деле, на любом телеке, с которым вы в одной Wi-Fi сети, вы можете из браузера запустить Pornhub. Нет, шутка, нельзя. Самое прикольное в этом multiscreen SDK или API, самое прикольное в нем, что вы можете даже прилагу установить на телек. То есть, вам нужно находиться с телеком в одной сети, дальше вы можете делать с ним что угодно. Вы можете устанавливать прилаги, удалять прилаги, короче, запускать их, обмениваться с ними сообщениями какими-то. Ну, almost everything. Вот такой вот прикольный API. Как он работает из браузера? Я вначале, когда мне сказали, мы сможем веб-версию сделать, сказал, нет, все, в Ethernet вы нифига не найдете. Потом, короче, решил попробовать все-таки. Стыдно было через месяц сказать, что можно. В чем прикол, он юзает для того, чтобы найти айпишник в сети, он юзает клаудовские сервисы Samsung. То есть, мобильник говорит, я нахожусь в такой-то сети, есть у меня в сети телеки? Он ему говорит, да, есть, вот тот-то айпишник, а по айпишнику уже постучаться из браузера, благо, можно. Сам multiscreen базируется на веб-сокетах, вот, и внутри его находится, по веб-сокету передается JSON-RPC. Кто знает, что такое JSON-RPC? Remote Procedure Call. Ну, короче, это из таких интерпрайзовых штук, хорошо, что ты сказал. Да, я думал, все знают об этом. В общем, ладно, про него потом. Галп. Короче, если вы думаете, что собрать для телека что-то это легко, то это так и есть. На самом деле, но если вы почитаете документацию, то вам говорят, берите нашу IDE. Вы же знаете, какие IDE у таких платформ, которые крутые, да? На Eclipse сделанные. Берите нашу IDE, там все пишите, дальше компильте, дальше становитесь все через нашу, все будет работать. Мы такие, шик, класс, два месяца с Eclipse. Я со времен джаловского прошлого своего как бы с содроганием вспоминаю про эту IDE. Она немножечко странно себя ведет. Не, IDE классная, вообще шикарная. Кто-нибудь писал фронтенды в Eclipse? И как? Ну вот и я про то же, да? Оно прямо, ну то есть вот какое-то отторжение вызывает, да? Он даже метод найти не может в том же файле. Ну, там как-то, как-то все, ну так непонятно, в общем, сложно. Вот, что мы сделали. И я вам советую подходить именно вот с таким майндсетом, подходить к вашим проектам, ко всем. А что мы сделали? Мы взяли, скомпилили парочку билдов для телека, посмотрели, что это обычные ZIP-ки. Окей, с каким-то там непонятным названием. Ну мы думаем, ну фигня, название ж не важно. Да, ну ZIP-ки-то, ну кто по имени файла что-то смотрит. Разархивировали, посмотрели, что там в принципе обычный код плюс парочку конфигурационных файлов. Блин, да ладно, пацаны, что ж мы это не сгенерим, не зазипуем. Все сделали галпом это. А для того, чтобы установить на телек, на реальный, если в эмулятор вам просто нужно папку эту расшарить, то чтобы установить на реальный телек, вам нужно поднять сервак на 80-м порту, положить еще одну XML-ку, у которой указать путь с IP-шником непосредственно. И, в общем, вот там вот будет лежать эта ZIP-ка. И, казалось бы, да, вот название вот это вот, про которое я упоминал, оно не важно? Нет, оно важно. Там, оказывается, была дата, если вы пытаетесь установить из прошлого себе... Блин, мне телефон звонит. Ну ладно. Если вы попытаетесь себе из прошлого позвонить... Ой, фу, пойду я выключу телефон. Ну, жужжит на руке, зараза. Говорит, у тебя... Я уже... Вы издеваетесь. Ладно. Нет, подождите, это же мое основное нахождение за сегодня будет. Я же тут хожу для этого специально. В общем, сервак поднять тоже можно с помощью галпа. Мы все эти билды делали с помощью галпа. Вот такой вот набор модулей у нас был. ZIP-овали тоже с помощью галпа. Сервак поднимали с помощью галпа. Короче, все делали с помощью галпа. За то, что мы получили и отвязались от Eclipse. Мы можем использовать все, что хотим. И мы использовали кто Sublime, кто WebStorm, кто TextMate. У кого как получилось, короче. А все довольны, все пишут, знаете, в своей среде. Честно, я вам лично рекомендую, если у вас есть возможность потратить пару часов и сделать так, чтобы всем в команде было удобно, делайте. Не нужно, короче, пытаться подстраивать себя под environment. Лучше, короче, environment подстроить под себя. И это конкретно вот такой ход, который нам это позволял сделать. С ZIP-кой в чем прикол, который я забыл рассказать. Там была дата. Если это дата была в прошлом, то вы не можете апдейтнуть прилагу. Он думает, такой нафиг мне, это старый билд какой-то. Не буду апдейтаться нифига. Это в имени файла. Samsung Smart TV. А у любого проекта, я уверен. Поднимите, кстати, кто сейчас работает активно на каком-нибудь проекте? Develop it. Окей. Сколько у вас у каждого на проект изобретенных костылей, которые вам стыдно показывать? Много, да? Вот. Но мне кажется, что на самом деле я лично крайне люблю вот эти вот самые костыли, потому что это та самая душа проекта, которая отличает его от всего остального. И у нас была своя собственная пачка костылей. Конечно же. Реквест эмулятор. В общем, учитывая, что мы начинали писать прилагу, а на мобильнике ни хрена не готово, а прилагу надо как-то вызывать, сообщениями с ней обмениваться, в конце концов протокол оттачивать, через который вы это все будете обменивать. Эти сообщения. Вот человек второй, который там сидит, один с плеерами удохался, а второй сделал реквест эмулятор. Обычная HTML страничка с bootstrap, цветастыми кнопками. Много. Вот. Типа connect device, send message и прочее. Все большое, красивое. Скрин я не сделал, прости, Ова. Ну вы понимаете, да, как выглядят тулы, которые вы пишете за полчаса на коленке. У кого-то, конечно, творческие таланты, он сразу пишет красиво. А у нас как у всех. Второй мега костыль, который мы использовали. Помните, я говорил о том, что телеки отличаются даже в одной линейке одного года. Так вот, они отличаются не только плеерами и возможностью к проигрыванию видео. Они еще и отличаются тем, что, оказалось, у нашего телека какого-то непонятного мифического зверя дебаг отсутствовал интерфейс. И подконнектиться дебаггером к нему было невозможно. А, соответственно, все, что он бросает себе в консоль, остается для телека. На собственное удовольствие, где-то там внутри у него консоль. Все рады, класс потрясающий, как нам на это посмотреть? Все внутренние вот эти вот библиотеки бросают, естественно, все свои эроры и прочую хрень, что мы там неправильно заимплементили, они бросают в консоль.log. На эмуляторе работает в консоль.log, посмотрели, там все хорошо, на телек запускаем, ни черта не работает. Что происходит? Короче, вы переписали консоль.log. Наш консоль.log, внимание, наш консоль.log Отправлял на наш сервак логи. На сервак. Нет, зачем обратно? Ты же сервак у себя на деф-машине поднимаешь. Нет, так ты же на деф-машине у себя его поднял. И вот, короче, ты запускаешь сервак на Node.js, который все, что делает, это в консоль пишет все, что ему приходит по HTTP. Ему отправляет этот вот монстр, отправляет свои сообщения все. Мы это все смотрим. Вы прикиньте, как процесс дебага увеселило нам? То есть вы не просто открываете вот эти вот удобные фэнси штуки, а вы вот делаете все по-настоящему, по-мужски. Это мой любимый костыль здесь. Вот. И последний наш костыль, ну не костыль, а изобретение, что нам нужно было сделать. Я говорил, что вот этот вот multiscreen SDK, он базируется на JSON-RPC. Это протокол удаленных вызовов процедур, если так вот. Remote Procedure Call. Вот. Он есть XML-овский, есть JSON-овский. Почему у меня здесь like? Потому что, естественно, мы всю спецификацию не имплементили, потому что лень. Вот. И я не могу ответственно сказать, подходит ли он под спецификацию. Но мы честно смотрели на нее, когда писали свой. Знаете, в чем забава? В том, что мы его ложили свой протокол, ложили в другой JSON-RPC протокол. И вроде все ничего. Ну, JSON-RPC, JSON-RPC, у меня даже смешная картинка по этому поводу была из этого, Inception, по поводу типа в новый мир и еще один в новый мир. Вот. Когда вы засыпаете во сне. Да. Но я решил ее не вставлять. Потому что она была кривая, а у меня все красивые. Видите? В общем, прикол с этим протоколом был в том, что почему-то мобилки решали по-разному, как эскейпать символы в JSON. Это было нескольким сюрпризом, когда мы начали писать Android. Такие, все написали, на iOS все написано, уже все готово. Все, ребята, iOS пока. В принципе, уже вам, ну, вы все свое сделали. Давайте так. И андроидщики говорят, мы это не можем повторить. Не можете. Ну, в смысле? Ну, говорит, ну, не можем, у вас что-то не работает. Мы начали, короче, разбираться, по-другому эскейпает. Как можно по-другому эскейпать двойные кавычки? Можно. Я не помню уже как, но это... Короче, пару-тройку костылей применили. Там, сам, сам подкрутили, на телике разобрали. Все нормально. Работает. Я говорил, что буду рассказывать по большей части про Smart TV, но нельзя не упомянуть и мобильники. На мобильниках были какие основные челленджи? Дело в том, что мы работали с уже существующим приложением, а значит, его нужно не поломать. Кто-нибудь пробовал что-то изменять в мобильном приложении, написанном до вас? Любой код, в принципе, вообще написанный даже вами, до вас, пару лет назад, он... О! Всегда! Ну, кто поспорит? Я сейчас на свой смотрю, мне просто стыдно. Вот. Как я мог это написать? Но это факт. Вот. Во-вторых, нам нужно было сделать так, чтобы, если у пользователя Smart TV не оказывается там в гостиной или где-то еще, то он не должен был вообще увидеть изменения в приложении. То есть он продолжает использовать приложение, как и было. И только если у нас появляется где-то телек доступный, на котором можно установить нашу прилагу и запустить ее, только в том случае мы начинаем всю эту магию, появляется там кнопка дополнительная. И еще большим челленджем было, это уже челлендж вместе дизайнеров и имплементаторов, то, что сделать это так, чтобы пользователи, собственно, могли этим пользоваться без дополнительных пояснений, это тоже не так просто. Вот. То есть, ну, у вас появилась новая иконка. Ули. Вот. Ну, как бы... Вот. И на самом деле я считаю, что разработчики и на одной, и на второй платформе очень много сделали для того, чтобы сделать интерфейс действительно интуитивно понятным. Вам не нужно было по пять раз понимать, короче, как где там, что вытаскивать, выпугивать, как, короче, закрыть это видео. Реально у них это получилось. Все, кто не видел это приложение в руках, кто не держал, у всех достаточно быстро понимали, что нужно делать, вот, для того, чтобы скинуть на телек. Класс. Молодцы. Обе команды здесь их жалко нету, но они не про фронтенды все-таки. Окей, и не про веб уж тем более. Ну что, переходим к самому интересному. Пора бы рассказать, что у нас получилось из этого всего, верно? И, как говорится, откиньтесь, короче, в спинках неудобных кресел поудобней. У меня есть для вас классная видяшка, которую мы сделали специально для этого проекта. Сейчас вот тот неловкий момент, когда все читают скайп мой. Тот неловкий момент, когда я долго ищу... Ничего не видно? Так же хорошо. Хоть что-то в жизни удалось. Так. Запускается не на том экране, не туда. Туда? Попал. Ты гляди. Маловат. Проектор будет. Чик. Я не знаю, звук мы не подключали к моему ноуту. Ну и ладно. Вот так услышим все. Так. Где эта кнопка? Пробел, что ли? О! Это наше чудо прилага, когда как-то коннектится к телеку. После чего на телеке стартует прилага нашим амором. Тот. Вот так и тат. Тот. 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 Собственно, в тачке найдя видюшку комедиянского, вы можете ее просто начать проигрывать на телеке, без каких-то дополнительных изыщений. Тот. Хочет, Сим. Да… Тот. Тот, кто-то прилагает названия к РТС. Мы наизусть вспомнили тачки, которые используют для видеодомов. А мисочку я это слышал раз в 500. У меня в голове даже кидает, когда я вспоминаю проект. Помимо этого у нас были дополнительные скрины о том, чтобы посмотреть характеристики тачки, которая на данный момент находится на экране. При этом вы можете продолжить дальше вязать прилагу и лазать по другим тачкам, но в любой момент я говорю, о-о-о, вдох, классно разгоняется, классно выглядит внутри. Дай-ка я глянусь куда-то еще, вы можете снова перейти на скрины тачки, паузить, перематывать, короче, делать все, что угодно. О, нет. Ну, некоторые делейт с Wi-Fi в сетью. И главный делейт, на самом деле, который мы просто не азанимировали, это видео наше, чтобы качать сегодня, когда вы его перематываете на телеке. При этом телефон, на самом деле, вообще никак не участвует в плейбэке, то есть он просто не может через него контролироваться, а может с помощью культа. И причем находясь в той галерее, то есть там будет три видяшки про машины, вы можете даже их помотать, посмотреть все. Да, если вы подконнектитесь с телефоном, то есть не подконнектитесь, просто включите в телефоне прилагу, он снова законнектится, полностью за рекаверит стейт. Вам кажется на каком он моменте сейчас, на каком видео. Нет, он заново коннектился полностью, поэтому никаких проблем. Собственно, вот такой вот проект. Я еще не все, это же не все результаты. На самом деле, я потерял мышку. А, вот он. Сейчас тот дурацкий момент, когда я могу включить первый слайд снова, да, и перематывать это все заново. На самом деле, не буду скрывать, конкретно данный проект, как и многие проекты, попадающие в R&D department, которые разрабатываются с целью доказать, что мы можем что-то сделать новое или испытать новую платформу для тех или иных клиентов, они периодически не выходят в production. Такая кара постигла и этот проект. У нас весь этот код и так далее ждет того момента, когда в Edmund созреют для того, чтобы все-таки его перенести в production. Но, очень важное но, такие проекты дают до черта экспириенса. Вот. А в случае нашего проекта позволили нам еще немножечко попиариться. Мы засветились на самсунговской конференции в конце прошлого года. Если посмотреть на дату, когда была конференция, вы поймете, какой срок был у нашего проекта, если начали мы 1 октября. Без знания Smart TV, да? Начинали мы development 1 октября. Помимо этого, это позволило нам организовать свой собственный, точнее шарить общий стенд на конференции, той же самой Samsung Developer Conference в ноябре прошлого года. Помимо этого, на одном из демо-стендов целых трое суток крутилась наша демо без перерыва. И что? Я надеюсь, что нет. Честно, то есть, музыка хорошая, конечно, но как бы на 118 раз как-то уже плоховато от нее. Вот. Помимо этого, именно из-за того, что мы имплементили это приложение, наши коллеги из EPUM Systems засветились в спикерах на точно той же конференции. И маленьким бонусом на самом деле является то, что теперь в портфолио нашей компании есть то, что мы разрабатываем под Smart TV. Любых сложностей за месяц. Ну, условно. Вот. Это все, что я хотел рассказать. Надеюсь, было не сильно скучно. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Вот. Главное, чтобы один вопрос был. Ну, давай, Женя, ты. Что ты несешь? Должны быть вопросы тебе. Потому что ты им имплементил. Ты должен узнать, что там нет. Я что-то сказал. Я как-то наш проект. Ты что? Я один из моих любимых проектов прошлого года. Вот. Ну, если вопросов нет, значит, либо я плохо рассказал, но ни черта не поняли, или я хорошо рассказал, и вы все поняли. Я на второе надеюсь. Все. Морой вопрос? А, да, конечно. А почему метап Гугла, а в биаре 10? В биаре 10? В биаре 10 мы… Это… Хорошо. А в биаре 10? Нет. Проект весь полностью был забилден на AngularJS. Вот. Angular, как продукт Гугла, один из. Вот. А при этом это то, что немножечко должно было рассказать всем о том, что Angular, оказывается, живет не только в вебе, и можно его, короче, куда угодно запихнуть практически. Вот. Мне кажется, ему сомненько стекло все равно. А? Тебе Samsung все равно. Цивилизер новый, завозят уже, да? Цивилизер новый, завозят Philips дома стоит. Мятилетний. Завезли бы мы. Вот. Нет, Samsung мне ничего не нажимает. Но все равно я люблю этот проект. Окей. Еще вопросы, ребята. А какого плана еще проект транспорт реализовать? Ну, если можно, конечно. На Smart TV сейчас, в development у нас лета проектов, мы не так давно, на самом деле, завершали год. После выставки мы его еще месяц допили. Подставить до конца ноября. Ну, на самом деле, я работал, по-моему. А сейчас у нас конкретно нету проектов, которые мы пилим, но у нас есть несколько потенциальных проектов, которые в ближайшее время появятся. Дело в том, что я работаю в Media Entertainment, и чаще всего наши клиенты это какие-нибудь, я не знаю, сейчас чем-нибудь вспомню, чтобы кто-то не был нашим клиентом, чтобы испариться. Какой-нибудь американский канал ABC, который сделает собственное приложение для мобилок. Да, и, собственно, в наш портфель входит то, что мы теперь можем вам помимо того, что мы в мобилке сделаем, мы сделаем вам еще приложение для Smart TV, а-ля Netflix на всех платформах. Вот, что-то типа того. Netflix надо было упомянуть, они тоже не нашли. Вот. Можно игрушки делать там, Native SDK тоже есть. Можно. там есть в Chromium-овской сборке, уже достаточно с 30 какой-то версии, есть Pinnacle, это который Portable Native Live. Вот. И Nackle, толстый Native Live. Вот. То есть можно, в принципе, писать на сях, портируемый и проще-проще, и запускаться в Chromium, и быть при этом с достаточно большим перформансом. Вот как-то так. У-у-у! Спасибо всем большое. Я... Продолжение следует...